Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это начало моей игры за Китай на уровне сложности божество в Seedmare Stabilization VI Gathering Storm. Да, недавно я выкладывал тоже партию на божестве за Японию, но, к сожалению, там было много технических проблем. Видео было в некотором смысле даже несмотребельно, поэтому я решил запи... Я не могу, к сожалению, переделать ту партию, но я могу записать новую и уже разобравшись в чем была проблема, давайте сыграем. И опять же по вашим голосованиям будет. Итак, одиночная игра и на втором месте после Японии был почему-то Китай, поэтому сейчас я буду играть за Китай, у него интересные способности. При строительстве чудес древнего мира и античности можно израсходовать заряд строителей для компенсации 15% полной стоимости чуда. Но, к сожалению, на божестве это практически не будет работать по той простой причине, что компьютер очень впереди меня по технологиям и имеет кучу бонусов в плане производства. И пытаться забрать у него чудеса древнего мира и античности будет просто несерьезно, на самом деле. Я буду проигрывать в любом случае. Так что, если бы этот бонус распространялся на все чудеса, было бы прикольно. Так как только на древнего мира и античности, то на божестве, к сожалению, он вряд ли будет работать. А вот то, что строители получают дополнительный заряд, это классно. То есть, в начале вместо трех зарядов у строителей Китая их четыре. Кроме того, после открытия каменной кладки уже можно будет строить каналы, но это, конечно, такая способность, которая может и не понадобиться действительно. Далее. Озарение и вдохновение дают 50% к получению социальных институтов и технологий вместо 40%. То бишь, вот эти все озарения надо обязательно выполнять, и вы будете накапливать 10%, мы будем накапливать 10% науки или культуры. Если в начале это, конечно, не так уж и много, то, в принципе, за всю игру кумулятивный эффект очень серьезный. Крадающийся тигр, уникальный китайский юни средневековья. У него, он дешевле в производстве и посильнее, но проблема в том, что у него дальность всего один. И он, в принципе, скорее для защиты, чем для нападения. Ну, против компьютера, наверное, будет хорошо работать. Ну и Великая Стена тоже такое улучшение странное несколько. Я не думаю, что мы будем... Ну, наверное, конечно, надо будет построить, но в любом случае давайте поставим... А, карту по голосованию на втором месте. Вот мы играли за Японию на карте Континента и Острова, вот эта новая карта была. А на втором месте были озера, карта озера. Поэтому мир, в котором нету океанов, только озера и внутренние моря. Вот его и выбираем, эту карту. Дальше размер карты ставим огромную. Ну вот это Энормус, это у меня мод на карты стоит некоторое. И, кстати, дайте я вообще посмотрю, как у меня тут моды включены для начала. Beta Balanced Game и Beta Balanced Start я отключаю против компьютера. Спектатор мод тоже нам не нужен. Ну, трейдскрин я включу. Кстати, удобно там сортировать. Он никак не влияет на механики, он просто удобно сортировать караваны. Цветные исторические моменты. Меня тоже спрашивали, как они у меня цветные моды. Это благодаря моду. Это мод на то, что карта будет выглядеть как в пятой цели. Пока не буду включать. Hot Fixes включу, но это скорее, конечно, для... Ну, чтобы не использовать баги некоторые, которые в игре есть. Быстрый старт и Real Strategy, это все включено. Вот тут вот, видимо, в Beta Balanced Start карты были включены. Так, возвращаемся дальше к созданию игры. Карта озера выбираем. Размер карты огромный. Ну, видите, и Нормус ушел. То есть... Было... Добавляем еще 8 цивилизаций, чтобы их было 20 на огромной карте. Опять же, в прошлой партии я тоже ставил 20, но я оказался на одном острове. И слишком легкая как бы игра получалась, что вот ты сиди себе развивайся, на тебя никто не нападает. И, кстати, опять же, мне писали, что это из-за того, что я много городов-государств поставил. Поэтому я увеличиваю количество цивилизаций, но города-государств оставляю столько же, сколько и надо на огромной карте. 18. А, стихийные бедствия по вашему голосованию 4. Скорость игры сетевая. Возраст мира. Ну, я тут все стандартное поставлю. Смысл менять. Стандартное, стандартное. Тут все стандартное. Так. Тут все включено. Ну и попробуем. В общем-то, я не буду себе ставить такую ачивку «Победить только культурой». Давайте просто сыграем игру на божестве. Потому что та игра, где мне надо было только культурой победить, мне реально было уже скучно в конце. Честно говоря. То есть, как побеждается, так и будем побеждать. Ну, все, давайте, наверное, начинать. Самый волнующий момент игры. Где же мы появляемся? Давайте, начинаем игру. Смотрим на территорию. Ну, в принципе, в принципе, это холм. Да, это холм. Ну, ничего так, ничего так. Даже горы какие-то вон есть. Давайте вот сюда подойдем, глянем. Я даже, наверное, не буду уходить отсюда. Здесь на холме и поставлю. Жалко, конечно, тропический лес уберется. Но зато... Зато у нас сразу будет 4 еды, и мы будем быстро расти. Так. Важно разведывать территорию. Очень важно. И начнем. Конечно, культурка хорошо, но тут надо расти в начале. Поэтому надо быстро до 4 как минимум вырасти. Так, надо ли нам открывать здесь... Нет, животноводство надо в любом случае. То есть мы обработаем рис, ускорим. Вот жалко... Хотя, может, лошади еще... Ой, да, лошади может появиться. Можно будет и ускорить верховую езду. То есть предварительно я обрабатываю рис, оленей... Не, вообще, я бы хотел рис, лошадей, где они появятся, и потом попытаться открыть... Плантации. То есть рошение. Но для рошения нам надо, соответственно, его ускорить, обработав... Их ускорить, обработав рис. Так, ну куда лучше? Давайте вверх. Я хочу по реке посмотреть, что у нас тут будет. Надеюсь, кто-нибудь будет у меня тут рядом в соперниках, чтобы мне в комментариях не писали, что вот, мол... Опять никого нету, слишком легко. Ну, выглядит, как будто я где-то в центре карты, на самом деле. Так. Давайте, пожалуй, сюда пойдем. Ага, там у нас рис. Ой, рис. Вино имеется. Ну, тут, конечно, хорошее. Тут мало производства, правда, но город будет расти неплохо. Надо только решить, в какие... Ну, вот на реках надо города ставить, конечно же. Ну, вообще рек много, приятно. Карта... А, карта же озера у меня. То есть, я вообще проверю, что это точно озера. Я вроде ставил... Да, озера стоит. Так что тут-то моря особо и не будет много. Ну, и тут важно мне использовать эти вот все улучшения, ускорения для технологий и... Так, куда лучше пойти вначале? Давайте, наверное, туда вот пойдем. Этим скаутом. Потому что это способность Китая, я буду больше получать. О, ой, македонский. Какая жопа иметь в соседях Македонию. Блин. Уже сто... Уже сто силы. Сейчас будет ко мне переться, естественно. Может, как-то попробовать сразу с ним. Ну да. Делегацию не принимает. Дружбу. И ему не нравятся цивилизации, которые не воюют. Правда, я тут явно... Все-таки с кем-то буду воевать, скорее всего. Значит, сюда перепрыгну, вниз пойду смотреть. А здесь лошади у меня есть. Лошади у меня есть. Отлично. Так, давайте сразу очередь. Поставим строителей. Так, а четвертый житель уже будет несчастье давать. Или пятый? Наверное, все-таки четвертый. Давайте я куплю вот эту клеточку. С оленем, потому что тут все-таки три производства, а тут два пока. Так, пускай-пускай растет до четырех. И теперь нам надо... Надо лимигурное дело сейчас открывать. Мне кажется, что пока нет. То есть, просто прямой наводкой ворошения пойдем. О, вот и озеро. Хотя оно, походу... Ну, то есть, тут тоже хорошие места. Ну, мне, конечно, в сторону Александра надо сейчас будут города ставить. В начале. Ну, давайте вниз тут, по этой реке посмотрим. Я бы уже туболомом возвращался, наверное. Давайте мы после рабочего сразу... А, слушайте, у меня с рабочего будет четыре заряда, кстати. То есть, я четыре могу что-то обработать. Ну, я бы, наверное, на кофе и какао так раз. То есть, я бы обрабатываю рис. Ускоряю орошение, получается. Иду, обрабатываю лошадей. Начинаю их накапливать и ускоряю всадников. А потом два ресурса роскоши обрабатываю. Вот как-то так. В любом случае, давайте поселенцев. Тут тоже даже кто-то должен быть, конечно же. Но там мы чуть попозже. Так, как иду, я могу только здесь поставить, здесь. Хорошо, хоть этих вулканов нету. И вот на этой реке, вот где стоит столица, тут затопления не будет. Затопления только вот тут могут быть. Ну, на пантеон. Что-то варваров не видно. А здесь пока удвоение опыта для юнитов разведки. И как-то руинок не видно еще, кстати. О! Брюссель. Правда, Брюссель раньше встретила Македония. Да, блин, наличие Македонии в соседях... Пугает. Влезет ли тут два города каким-нибудь образом на этой реке? Три. Не влазит, к сожалению. Тут какой-то только один... Ставится. Не очень. Так, где у нас на производство юнитов? Вот здесь. Надо будет ставить карточку. И юниты строить. Я думал, Клей должен чувствовать себя счастливым в хорошем поттере. Ну, эти, наверное, тут и следую. Я бы, конечно, вот сюда повел. Скорее город поставил. Первый. Тут и производство побольше, чем сюда, имею в виду. Выглядит поприятнее. И Александру не дать там заселиться. Интересно, сейчас будет на четырех жителях несчастье или не будет? Я просто не помню. Что-то подзабыл. По-моему, все-таки на пяти должно быть, нет? Угу. На пяти. Так, хорошо. Выходим сюда. Пока вот теперь рост можно отменить. И на культурку... Купите только... Или он сам купит? Ну, эту клетку в любом случае надо будет когда-нибудь... Давайте я, наверное, уже куплю. И все-таки... Три хода до завершения. А ускорит ли два производства? Не ускорит. Тогда лучше на деньги давайте. Пускай деньги капают. Нам понадобится на апгрейд юнитов. Так, давайте сюда... Нет. Так, дуболомом сюда будем возвращаться? Ага, тут понятна территория. Тогда скаутом пойдемте сюда. Так. Давайте решать. Раз, два, три. От Брюсселя я бы вот сюда город поставил. То есть, по максимуму. А через речку, чтобы через речку было сложнее атаковать Александру, если он будет на меня нападать. Так, теперь... Два, три. Сюда, получается, город влазит. Так, да. Раз, два, три. Все верно. Раз, два, три. Ну, предварительно. Предварительно. А хотя давайте мы сейчас будем тут исследовать. Вот тут жалко, что только один какой-то город влезет. Вообще, странно. Как бы тут какой-то такой залив. Хотя, озера называется. Я бы скорее вот сюда поставил город, чем тут на усе. Тогда вот сюда куда-то влезет. Так, да. Давайте вот распределять. Сразу сюда влазит. И, наверное, пока сюда поставлю. Тут, конечно, надо понять. Ну, вот рек много, хорошо. Приятно с жильем будет. Ресурсов, в принципе, так приятненько насыпало. Да, вот тут, конечно, голый Вася в плане производства. Это тут у меня какие-то еще есть холмы более-менее. Вообще, где какие-нибудь рынки? О, новый континент. О, слушайте. А тут у нас... То есть, вот тут, например, кампус на плюс три, да? Возможен. Орошение. Мы идем обрабатывать лошадей. Так, ну, постепенно сюда, чтобы посела под защитой вести. Давайте, наверное... Так, глянем. О! С другой стороны у нас Польша. О, отлично. Пришла делегация. Это значит, что получше будет отношение у нас с нею хорошо. Александр не хочет, да, делегацию? Ну, вообще, все очень исторично. То есть, в соседях Македонии и Польши, типичное расположение Китая, осталось еще ацтеков найти. Прям один в один, как будто в реальную... Я, наверное, культуру пока тут оставлю для набора. Так, теперь идем лошадей обрабатывать. Мастерство пока отложу. Начну Раннюю Империю. А после орошения... А после орошения... Да, горное дело. Пойдем в горное дело. Или может тут стоять? Вдруг он сейчас будет везти... Ну, вообще, далековато Пело находится. Как видите, вот я очень в тему, значит, сюда расселяюсь. Значит, мне третий город надо будет куда-то сюда ставить, скорее всего. Раз, два, три. Я бы вот сюда скорее поставил. Посмотрим, что у нас с лояльностью. Да, ничего не влияет. Вот это важно сюда поставить, и сюда города как можно быстрее. Вопрос, кто из них на меня первый нападет? Польша или Македония? А я уверен, что иногда они на меня нападут, потому что у меня нифига нету армии. Блин, Польша уже прокачала дуболома где-то себе на уровень. И я еще ни одну руинку не нашел, да? Здорово. Ну вот, по поводу чудес. Двенадцатый ход. Хотя это довольно медленно. Компьютер мог и на восьмой ход построить. Так, сначала лошадей будем обрабатывать. И идем сюда поселом. Тут постоянно хожу вокруг, в надежде, что не появятся варвары. Мне бы, кстати, за Китай пирамиды было бы очень неплохо построить. Но я смотрю, что пустыня аж только вон там. А это, значит, вряд ли мне позволит. Кстати, Варшава это не столица, да? Вот пела столица, а Варшава не столица. То есть, она где-то... Где-то он там подальше может быть. Не скажу, что прямо уж близко совсем. Но вот, пожалуйста, у меня уже два соседа есть. То есть, у меня будут все-таки проблемки тут. Я так думаю. Тем более, македонский он как по науке и культуре нехило прет. Блин, надо было посмотреть, что у меня тут обрабатывается все они. Поймем эту клетку, обрабатываем лошадей. Давайте вот так. Четыре входа поселенец. Кстати, и варваров что-то не видно. Ну, тут понятно, потому что ими занимаются. Тут поляк явно набил уровень как раз на варварах. То есть, снизу варваров зачищают. О, Александрию, как он поставил? Раз, два, три. У меня влазит еще, отлично. Хорошо. Пока место у меня есть. Для развития. Ну, смотрите, снизу поляк. Слева македонец. Справа кто-то должен быть еще обязательно. И не факт, что сверху еще никого нету. Так, я же международную торговлю ускорил, да? Ну, нормально. Скоро уже можно будет... Ну, я вот после этого поселенца, я буду просто сразу юниты клепать. Ставлю карточку на 50% там. И начинаю... Прачников, дуболомов. Ну, тут так себе, конечно, территория уже... Влезет ли тут два города? Какой-то, наверное, сюда немножко подвигать. Все равно не влазит. О, куда она лодь поставила? Ну, все равно мой город влазит. Хорошо. Значит, сюда надо будет куда-то еще размещать. Наверное, побережь. Ладно, сейчас я еще скаутом там исследую. И решу. Да, ну, это такой вот небольшой залив. Тут явно проход есть. Это не Пангея. Это карта озера все-таки. Ой, блин. Представляете, право постройку чудес нам. А что, он построил чудо какое-то, как будто... Чудо-неон построил. Большой бассейн. Так, горное дело открыто. Открыли мастерство. Стоять, я поставлю... Пускай, похожу. Ну, что, ну... Скауты пока... Пока скауты имели улучшение на 50%. О! Вот как раз... Как раз у нас прокачался скаут. Так, вот теперь можно тут менять... На производство юнитов. И вот мне не нравится уже вот это... Польские юниты вот здесь. Может, через одного строить? Так. И во всадников надо бы идти, я так думаю. У меня... Лошади будут. Это лучший юнит... В начале для защиты от всего. Да, хорошо, у меня так треугольником будут города стоять. Я просто вышел сейчас... Просто поляк в меня пойдет. Это он возмущается, что я не воюю. То есть, Александру не нравится, когда кто-то не воюет. Блин, у него уже лучники. О! Там культурная ГГшка, блин. Пропущено. Так. По холмам. И тут идем... Какао обрабатывать... Никакого... Да, кофе. Я, пожалуй, буду возвращаться тут скаутом. Я хочу смотреть... На юниты. Блин, лучник-то больно. Будет уже... 125, 185 и 40. Сила. Блин, два лучника. Нееет. Every nation lives by exchanging. Тут я ничего не ставлю пока. Александр будет возмущаться, что я в его сторону. Я ему скажу, иди ты в попень. Так, давайте сразу здесь прачников, пожалуй. Там прачник тоже. Сюда ближе, оказывается, идти лады. Так, остаемся в городе, потому что... Ну, просто показываю. Вам покажу. Видите? Защита города 20. Если ты выводишь дуболом, он становится 10. Юнит добавляет силу городу только если это современный юнит. То есть, когда, например, откроются мечники, то дуболом... Не будет добавлять силу вашему городу. Имейте в виду, вам надо будет в мечников апгрейдить его. Просто имейте в виду. Так, производство, производство, производство. Да, все на производство. Надо успеть хоть какую-то армию построить. И вообще, наверное, желательно открыть луки. Но мне, правда, негде их ускорить, к сожалению. Нету варваров. Я думаю, постепенно... Так, тут, значит... Плантаж. Блин, надо было это улучшать. Здесь вот производство есть. Я вот эту клетку вот так сделаю. Здесь вот производство. Культура все-таки. Ну, сейчас поведу. Не знаю, куда этого прачника лучше везти. К этому городу или к этому? Пойду пока так, чтобы можно было и туда, и туда ломануться, если что. Ну, делайте ставки в комментах. Кто мне первый объявит войну? Македонский или Польша? Я думаю, все-таки Македонский. Он обычно как-то по... О, еще кого-то нашли. Здравствуйте. Я царь Петр. Достойный правитель, подобный вам, должен ценить все самое изысканное. Любите ли вы искусство подобно мне? Да, не очень. Пошла калинка-малинка. Нет. Нет. Блин, нам бы еще одну... Один город-государство. Ну, слушайте, Россия соседствует с Македонией, получается. Так? Примешь ли ты нашу делегацию? Нет, жаль. Так, сто девяносто восемь. Ну, вот... Россию можно не опасаться, она далеко. Хотя тут войну все могут объявить. Ух ты, отошел Александр. Ой, да, Александр. И появились варвары сверху, но это не страшно. Тогда постепенно сюда идем. Кстати, выкупил кофе. Ну, наверное, сам автоматом. Там все-таки культура... Большая капает. Хочется, конечно, эту клетку выкупить. Но мне сейчас деньги нужны на апгрейд возможный... Прачников-лучников. Так, давайте пока отложим. Что нам стоит отдавать обработку бронзы? Нам железо нужно. Ну, там у нас... Петр ведет город ставить. Куда бы мне этим скаутом пойти с вероятностью... Ну, давайте вверх. Каких-нибудь еще города... Мне показалось, там граница чья-то. Ну, вот, постепенно у меня так вот Польша может тут. Ну, в принципе, если я успею расселиться... По тем меткам, где я поставил... У меня будет очень неплохо. У меня будет такая компактная империя. Причем, столица в центре. Так, сейчас оттуда варвары... Побегут. Какое-то приятное тоже место, но такое плоское. Просто практически нету производства. Но, в принципе, около Пантанала, конечно... Когда Россия поставит города, будет нечеток. Науки особо у меня нету. Но у них уже три города, да? В России три города, у Польши три. Ну, это... Это старт на божестве компов. Что у них просто сразу есть два поселенца. Или даже три на божестве. То есть, они, по-моему, сразу три города ставят. Александрия просто. Александрия Трацкая. У Македонии будет куча храма Артемиды, 21-й ход. Ну, кстати, и в сетевой игре на 20-й ход строят храм Артемиды. Правда, там города при этом не ставят. Просто один город, и все. И пошел. Пантеончик. Что у нас еще осталось тут? Производство и вера от каждого улучшенного стратегического ресурса. Ну, это... Например, те же лошади. Это те же... Тоже железо. Ну, у меня, правда... Хотя, вот еще лошади будут. Тут лошади будут. Ну, как вариант, кстати. Дополнительное производство. Приятно. Еда и производство от лагерей. Но у меня только один лагерь. Олени. Да-да. Культура от пастбищ. Кстати, тоже немного не вижу здесь у меня особо. Вот плантации. Но плантации, походу... Нет, культура от плантации есть. Взять ли мне культуру от плантаций... Ну, в общем, у меня тут два выбора. Либо брать культуру от плантации, либо производство и вера от стратегических ресурсов. Но плантации у меня действительно тут дофига. Ладно, давайте на плантации возьму. Просто непонятно, сколько у меня этих стратегических ресурсов будет. А вот плантации, они уже есть. Так, три прачника готово. Будет ускорена Ранняя Империя. Что, давайте тут дуболома. Сделаю. Так, тут куда мне лучше поставить пратку? Тут можно атаковать меня. Я, наверное, тут поставлю. Так, этого дуболома постепенно подвожу. И этого прачника сюда. Блин, там сейчас оттуда будут варвары идти, но... Хватит ли мне одного дуболома? Блин, вот... Хрен знает, откуда кто нападет. Ладно, давайте я оставлю здесь этого прачника и оставлю тут дуболома. И давайте я, наверное, открою уже все-таки стрельбу из лука. И в верховую езду пойду. А тут я сейчас буду после этого война поселенца строить. Надо расселяться. Блин, такая тундра. Ну, тут все... Все руинки. Я ни одной руинки не нашел, кстати. Все руинки собраны. Уже пропылесошено. И я в нормальный век. Радостно, кстати. Ну, тут... На божестве очень-очень сложно в темном остаться, когда ты всех встречаешь. И даже без руинок, видите, я даже ни одной руинки не брал. Так. Монумент, наверное, все-таки рановато. Тут они действуют друг на друга. Я бы, конечно, торговца сделал. Его, конечно, купить стоит, но я бы деньги тут оставил на апгрейд прачников-влучников. В принципе, если я отмечу влучников... Так, тут я, значит, ставлю на производство поселенцев. Это я еще оставляю. Так, и здесь все они поселов. Делаем дальше. Сейчас оттуда должны начать уже... Блин. А вот это нехорошо. А вот это очень нехорошо. Меня подселяет македонский. Надо будет туда везти город, ставить. Блин. Это реально очень плохо. Ну что, Виктора брать? Потому что тут пока... Очень большой-большой шанс атаки. Давайте в диадон пока его назначу. Стоим пока. Стоим. Если еще больше туда пойдет город ставить, вообще будет печаль. Все реально будут подселен. Ну, у меня обязательно традицию открыть для юнитов кавалерии. Чтобы быстрее строился. Как раз всадников к этому моменту открою. Надо будет всадников строить. У меня, как минимум, уже на двух всадников будет. Он еще и наемники уже... Прокачал. Так. Что-то улучшаем. До лучников. Так, пойду. Ну, слушайте, он не поставил город пока. Может он тут дальше идет? Ну, мне надо вниз ввести. Так. Ну, я хочу всех улучшить до лучников. Просто чтобы увеличить свою силу. Я понимаю, что у меня тут вообще практически денег не остается. А, ну тут она будет вселиться. Это нормально. Просто уменьшить вероятность атаки на себя. Фига себе. Как вам вот это? То есть за Россию это вообще супер место. Он сразу все ресурсы получает. Тут сейчас будет развиваться. Блин, вообще офигеть. Какой приятный Новгород. Я бы хотел бы в таком Новгороде жить, конечно. Гдань. Ну, вон поставил халкидики. Блин, причем так тварь поставил. Да, тут у меня уже ничего не влазит. Только сюда город влазит. Ну, мне придется вот этого поселенца туда везти. Это без вариантов. Иначе тут меня еще подселит македонский. Тут-то еще пока... Польша не наглеет. Так, по одной клетке буду подходить. И вот куда он ведет этого поселенца? Просто интересно. Куда он тут еще может влезть? За меня куда-то пойдет, что ли? Ну, сейчас мешать ему будем, конечно. Ну, вот, 155 силы. Уже... можно... немножко выдохнуть. Уже не нападут на меня. А, и могут на поселок, конечно, в случае. Но уже вероятность этого пониже. Хм... Ну, надо расселяться. Видите, иначе меня просто... просто закроют со всех сторон. Иначе меня просто закроют. Так, что у нас тут все они... на рост. Ну, это правильно. Хожу, чтобы меня там не особо окружали. Так, тут лучника сюда ставлю. Это же холм? Да. Следим за македонским. Ну, тут пока стоим. Просто я поселенца поведу под защитой этого дуболома. Так, давайте, думаю, все-таки, куда мы тут город будем ставить. Стоит ли на побережье прямо на озеро делать что-то будущее? Ну, я бы поставил, да, вот здесь где-то. Даже, наверное, вот сюда. Вот этот халкидики, к сожалению, не в тему. Виктор бесполезный пока. Видите, сила 25 стала, потому что он дает... увеличивает боевую мощь городского гарнизона на 5. То бишь, у воина сила на 5 как бы увеличена, когда он именно тут в городе находится. За счет этого не 20 сил, а 25 становится. Да, видите, не ускорена военная традиция. Ну, мне надо ее... Ставить и... Ставить карточку на кавалерию. Плюс, она еще дает... Кавалерия, поселенцы, да. Она еще дает... Бонус за атаку с флангу и поддержку всем боевым юнитам. То есть, когда юниты будут рядом располагаться, они будут бонус иметь. К силе. Ну, и мне надо убивать варваров, чтобы обработку бронзы прокачать. Трех варваров надо убить. Пока только один. Так, значит, этого я веду сюда поселенца. Давайте пока продолжим делать поселенцев. 2, 5, 1, 6. Давайте так, я думаю, ускорится. Я хочу быстрее город, чтобы вырос. Так, что нам дальше? Ну, тут уже в политической философии не могу третью ГГшку найти. К сожалению, никак. Давайте сюда встану. Так, тут дуболомы сделали. Это у нас холм. Тогда лучника сюда. Дуболомы оставляем внутри. И вот теперь можно монументы построить. Потому что они лояльность дают. А на нас компьютеры будут очень сильно лояльностью давить в будущем. Тем более, там золотые века всякие будут выходить. Вот это вот. Так, сейчас караванчик будем отправлять. Клетки покупаю. Мне вот эти клетки надо тоже... Но у меня нет денег на все это. Из Сиане отправлю. Ух ты, прутцы варварцы. Нам сначала надо дом, надо город поставить. Так, 4, 4, а так все равно. А так лучше оставлю. Ну что у нас? 29 культуры, 15 науки. 13, 16, 16. Итог, и 7, 8 у меня. Ну вот, кстати, у русского за счет вот этого... Я не знаю, что он тут обрабатывает, кстати. Интересно было бы узнать. Не, ну дружбу тут со мной никто не будет... Заключать. А что насчет отношений ко мне? Плюс 3 и минус 5. Минус 8 по неизвестной причине. Плюс 6 неизвестная причина и минус 3 неизвестная, минус 3. Ну, кстати, как ни странно... Ну вот, недовольно тем, что вы не ведете войн. Как ни странно... Самое худшее отношение у нас с Россией почему-то. Я пока так постою. Я пока так постою. Варвары. Их тут не обойти. Блин. О, кампус. Раз, два, три, четыре, пять. На плюс 6? На плюс 5. 6 это если он полностью окружен. Красивое место, красивое. Торговец. Ну, вы знаете, я, наверное, один ход просто подожду. И следующим ходом начну здесь всадника делать. То есть делается это вот так. Shift-Enter нажимается. И ход заканчивается, не выбирая производство. Shift-Enter вместе. Постоянно об этом спрашивают. Так. Блин, у меня уже эти идут гитары. А-а-а. Нет. Так, давайте. Железо откроем. Из Сианя, наверное, в Диаудум, пожалуй. Я все еще опасаюсь, что именно Македонский будет меня атаковать. А-а-а. Атакую этого. Хотя... Потому что это будут через реку атаковать. Я не думаю, что он нанесет большой урон. Надо идти в город. А, видимо, могу его проатаковать пока. Ладно. Тогда проатакуем. Блин, уже карательный отряд по мою душу выдвинулся. Ну, то есть, в итоге, я пока смогу шесть городов поставить. И с ними мне надо обязательно поспешить. И в это время отбиваться от... Ну, вообще, как бы, сила у меня есть. Я не думаю, что... Люди жаждут познания и красоты. Но выгнуши... Но выгнуши... Давайте... Давайте в деньги вообще. Так, всадник там строится. Следующим ходом я выйду в нормальную эпоху. К сожалению большому. Блин, тут еще снегов столько. У меня, блин, какой-то полярник. Скаут. Душат демоны вокруг, душат. Ну, это, конечно, повеселее, чем тогда я в Японии сидел, развивался на острове. Реально. А вообще, карта сгенерировалась, конечно, идеальная какая-то. Ух ты. Тут, блин, варвары. Безостановочно. Ну, и тут нормально у меня стоит. Блин, а вот тут... Вот это очень неудачно вон сюда. Всунулся. Район, вдохновение, озарение. За каждое здание, которым наука. И одно еще за постройку здания с ячейкой для шедевра. Я вот не думаю, что у меня сейчас много будет районов строиться. Я бы, скорее, вольнодумство, наверное, взял. Не уверен, правда, все равно. Хочу посмотреть, в каких они веках. Польша в золотом. То есть, сейчас, может быть, от Польши те лояльность высокая. Блин. Блин, сколько тут еще территории в снегах. Кстати, очень хорошо, что там будет Россия. То есть, варвары там будут постоянно, конечно, появляться. Я вот не знаю, блин, атаковать меня или обходить его. Знаете, я, наверное, буду обходить, потому что это быстрее. Все равно я дойду до этой точки, чем если я буду атаковать. Пока не ставлю никакие метки на районы, потому что это сейчас бессмысленно. Я даже не планирую районы стать. Тут главное, чтобы тебя не захватили в начале. И лояльность как-то уменьшить. О! Все-таки Польша. Нифига себе, я от Македонского ждал. Честно вам скажу. Содержание юнитов уменьшается. Чудеса. Правительственная площадь. Ну, нет, пока ничего не меняем. Так, ну, значит, мне надо Виктора туда перейти. Ну, не означает, что сейчас на меня и Александр не нападет. Ну, она вообще как-то прачниками. Совсем как-то. Так, ну, вот тут может моего посела поймать Полька. Так, обработки бронзы ускорилось. И, собственно... Блин, я бы каменоломню открыть и, собственно, стены тоже в городах строить. Так, ну, давайте, наверное, и тут всадников, и тут всадников построим. А потом... Здесь в очередь поселенцы. Угу. Обратите внимание, что когда вы через реку, то зона контроля не работает. Из зоны контроля я поэтому сюда и переходил, чтобы сразу туда добраться. Я только боялся, что этот варвар мог сюда прыгнуть. Но он этого не сделал. Так, давайте посмотрим, что у России за религия. А еще и католицизм. Ой, классно будет. Мы сейчас будем наблюдать борьбу православия и католицизма в Китае. Россия против Польши. Я считаю, что я как будто Великое княжество Литовское, только Китай внезапно. Так, дом собраний и монахи-воины. Полная фигня ненужная. В католицизме все чудеса света плюс четыре веры. Ну, католицизм, может быть, в будущем как-то и будет работать. Так, валим. О, Персия. Отлично. Но нам надо третий город-государство найти, а не Персию. Так, не буду тратить деньги на... Ой, руинка первая за игру. О, деньги, слушайте, прям... Живем? Живем? И давайте на этой позитивной ноте я серию закончу. Хорошо. Продолжение, смотрите, завтра. Спонсоры канала должны все видео уже видеть во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.